ПЗ-4 Анкао СП Не засняв про Хедзера и про Тигра Курамурамины Но было бы совсем неправильно По одной простой причине Потому что все эти три танка Они повязаны между собой одной историей И начнем мы сегодня именно с Хедзера В следующем видео выйдет про ПЗ-4 Ну и соответственно дальше уже про Тигра Что хочется сказать про серию этих танков Как они появились в игре Много лет назад появилось три танчика Которые были введены в связи с тем Что огромное количество подростков Фанатели в то время От аниме сериала Ну и в частности аниме сериала Girls and Panzer Выглядело это дело все вот таким вот образом Типичное аниме И разработчики решили на этом сыграть Они выпустили три танчика Которые собой представляли Хедзера, ПЗ-4 И Куро Мори Мине Будем называть его Тигр Куро Короче говоря ребят Вот эти вот три машинки появились И я стал их счастливым обладателем Я прошел тогда запотев просто до безобразия в ивенте И забрал все три этих машины Было это очень много лет назад Уже я не помню сколько То ли четыре, то ли пять лет назад Короче говоря вот так вот выглядела вот эта тройка И в принципе все их и знали Именно как три танка Но как оказывается Три года назад Была еще добавочка Добавили еще две машины И в частности добавили ИС-2 правда SP И Firefly Sounders SP Короче говоря Добавили две вот этих вот машины Я не встречал эти машины Я не знаю вообще Когда и как они проходили в игре Ребят я реально восемь лет в игре И как-то этот игровой момент Я пропустил Если среди зрителей Есть ребята Которые являются счастливыми обладателями Одной из добавленных Вот этих двух машин ИСА Либо Firefly Пожалуйста Отпишитесь в комментариях Я вам буду безумно благодарен И напишите Каким образом Конкретно вы получили Данную машину Потому что на продаже Эти машины Я реально не встречал Ну ладно Может я там что-то пропустил Напишите в комментариях И вместе с этим разберемся Так вот ребят После добавления Двух этих машин Они превратились уже Из тройки Вот в такую великолепную Вот пятерку Я бы сказал Что в целом И это мое скромное Субъективное мнение Поправьте меня Если я не прав Две машины добавленные Они в принципе Не вписываются Ну прям Никак В историю Вот этих автомобилей Которые были в свое время Добавлены Ну и если посмотреть В принципе На прорисовку машин То вы можете Обратить внимание Что они даже Нарисованы Абсолютно мультяшно Я больше чем уверен Что их никогда Не будут переделывать Потому что это их Уникальный внешний вид Если вы возьмете Любую Любую Другую машину И посмотрите На нее То вы увидите Что машины Ну они прорисованы Плюс-минус Как настоящие Я понимаю Что может там В каких-то камуфляжах Это не сильно заметно Но я думаю Вы понимаете О чем я говорю Здесь же прорисовка Сделана именно Мультяшная И в этом определенный Шарм и шик Данных транспортных средств В нашей игре Я не являюсь Счастливым обладателем Оставшихся двух Но если они будут Обязательно Себе в коллекцию Попытаюсь Каким-то образом Их получить Ну либо прикупить В зависимости от того Каким образом Конкретно Разработчики Будут предлагать Данные машины Что же касается Этих трех товарищей По большому счету Ничего уникального В этих машинах нет Кроме их внешнего вида И просто исторического значения В разрезе нашей с вами игры Если вы зайдете В характеристики По тому же Хедзеру Которого мы сегодня Будем с вами Рассматривать Пристально То вы увидите Что орудие У него ничем не уникально У него Время сведения 3.1 0.355 Разброс Заявленный ДПМ 1133 Время перезарядки 8.5 Короче говоря Это тот же Самый Хедзер И подтверждению Тому является Несколько фактов Первый Посмотрите Внимательно На броню Вот вы можете Сделать Там Анализ Быстренький И сказать мне Где находятся Эти 10 отличий Между транспортными Средствами Есть немножечко Отличия Но заключаются Они в том Как я поверну Эту модельку Вот они опять Отличаются Но по большому счету Все здесь Полностью Одинаковое То же самое Что и на Проходном Хедзере Поэтому Сказать о том Что Тот же самый Кейм СП Будет играться Лучше Проходной Машины Нет Ребят Не лучший Подтверждением Тому является Сравнительная Таблица И сейчас Она как нельзя Кстати Потому что Мы сравниваем Очень похожее Между Сотобой Транспортные Средства А именно Хедзера Кейма И хедзера Обычного Проходного К остальным Машинам Вернемся Чуть позже Если вы Видите То же самое Что вижу я То обратите Внимание Что пушка Вся та же Самая Сведение То же самое Да Немножечко Типа Лучше Разброс У хедзера Проходного И то же Самое Удельная Мощность В лошадиных Силах На тонну Но все Таки Несущественной По большому Счету Разницы Вы особо Не ощутите Да и Обидно Честно Горя Становится Когда Понимаешь Что Как раз У проходного Хедзера Немножечко В плюсе Который Вы конечно Все таки Как я уже Сказал Не заметите Да Есть разница По доходности Целых 120% Доходности По сравнению С другими Машинами В том числе И коллекционными Которые Есть Но ребят Давайте Будем говорить Откровенно Четвертый Левел Это не то На чем Мы фармим Это просто Такой Знаете Добавочек Дополнительный Плюсик К тому Что ты Выехал В бой На какой то Уникальной Транспортные Средства Вводились В игре Кстати Хочется Отдельно Заметить Что на момент Когда Хедзер Кейм СП Заходил В игру То Хедзер Проходной Обладал Словно Известной Фугасницей Которая Сейчас Ему Очень Сильно Не хватает Там Был Просто Бешеный Урон С довольно Неплохим Пробитиями Тогда Хедзер Был Имбой Четвертого Уровня Его Было Именно Вот Это Орудие Зачем Их Разработчики Сравняли Я Не знаю Честно Горя Ровно Как Я Не Понимаю Зачем У Хедзера Забрали Его Словно Известную Фугасницу Неужели Прям Тогда Весь Четвертый Уровень Был Заполонен Фугасными Хедзерами Да Нет Не помню Я Такого Хотя Сам С удовольствием Выезжал Именно Поэтому Хедзер Тогда Остался У меня В ангаре Ну И стоит У меня До сих Пор Как дань Памяти Выкатываю Крайне Редко Процент По победам На удивление Я бы Сказал Крайне Крайне Никудышний Можно Было И лучше Та же Самая Коллекционка Т-40 Играется В целых 56,3 Процента И 54 Процента Имеет У нас М8 А1 Короче Говоря Ребят Хедзер Кейм СП Это Нет Тот Вы сможете На нем Покорять Вот такой Вот он Если посмотреть На технические Характеристики Что мне всегда В нем нравилось Так это Вот эта Великолепная Просто уматовая Черепаха На борту Смотрится Действительно Классно Ну что Давайте попробуем Заехать в бой Посмотрим Что у нас Получится Но я Больше чем Уверен Что ничего Уникального Показать Не выйдет Ну вот Если вы Играли на Хедзере На обычном Проходном Поверьте Тот же Самый Геймплей Все то же самое Возможно Где-то Как-то У кого-то Кто любит Тематику Аниме Будут дополнительные Приятные ощущения И какая-то Теплота Такая Внутри Появляться От того Что ты выезжаешь На вот такой Вот машинке Я бы сказал Уникальной Прорисовки Это даже Не уникальный Внешний вид Потому что Внешний Тот же самый Хедзер Просто нарисован Немножко по другому Немножко другими Красками Хорошо это Или плохо Я думаю Что хорошо Потому что В нашей игре Есть огромное Количество ребят Которые имеют Абсолютно Разные взгляды На технику В этой игре Кому-то Нужны машины С большим Средним уроном Которые они смогут Вывозить за бой Кому-то Нужны фармеры Для того Чтобы пополнять Свою серебряную копилку Кто-то любит Уникальные машины Кто-то любит Фановые машины Кто-то любит Быстрые Кто-то любит Медленные Кто-то любит Стоять в кустах Мы все разные И каждому Необходимо Разработчикам Предоставить То Чего он ждет От этой игры И я считаю Что в данном случае Разработчики Абсолютно не ошиблись Они предоставили Возможность Любителям аниме И заметьте Тема аниме Она продолжает Жить в игре У нас появляются Новые и новые Аватары У нас появляются Фоны профиля В стиле аниме Короче говоря Тема аниме Она продолжает Существовать Я думаю Что она никуда Не денется Это очень хорошо Что разработчики Пытаются удовлетворить Потребности Всех Кого только возможно Да безусловно Всем хорош не будешь Ну разве что Если не раздать Всем по 100 тысяч золота Но по большому счету Старание В данном случае Абсолютно оправдан Ездит Как хедзер Целится Как хедзер Я думаю Что и стреляет Точно так же Сейчас подождем Товарища Какого нибудь Который бодро Появится нам В прицеле Попытаемся В него закинуть Если нет Поедем тогда На передовую Углы склонения Те же самые Что и у хедзера Один в один Порой помогают Отыгрывать Но по большому счету Ничего особо Вам не приносят Ну что Поехали Попытаемся Поддержать ребят На горке Сейчас начнут Продавливать Ничего хорошего Из этого явно Не получится Наши двое ребят Пытаются сдерживать И у них Это настолько Хорошо получается Что они даже Не подпустили Соперников Подняться на горку Чтобы я мог По ним Как ПТшка Отработать Уж больно Видать Им захотелось Кровушки Самостоятельно Попить С соперников Ну что Подъедем Попробуем Озвучка Озвучка Просто обалденная И озвучку Кстати ребят Отключить На данных машинах Невозможно То есть даже Если ты Отключаешь себе Озвучку Национальную Да Чтобы Все Вся озвучка Была На языке Нации Танка На котором ты играешь То на данной Машине Данная особенность Она не отключается То есть вот Но оно прикольно Звучит Но я не знаю Многие там матерятся Говорят что оно им надоело И вообще как это дело Все отключить И так далее И хотелось бы слышать То что ты хочешь слышать Но мне лично Очень Ну очень сильно нравится Вот серьезно Действительно классно Зачем толкаемся Да Вот я специально Вот я специально Помолчал для того Чтобы услышать Вот эту вот озвучку Которая Абсолютно непонятно Да Там что она говорит Вопрос только заключается В том что Если ты знаешь Изначально Что она говорит То понимаешь Но если ты этого не знаешь Ну соответственно Понять ты не сможешь Хотя вот этот вот Приятный Писклявый голосок Действительно Добавляет какой-то Изюминки Играя на данной машине Ну что можно сказать По фарму Вообще ничего Ребят Ну Так как я и говорил Что 120% Доходности Ну я и сделал Это всего лишь 460 единиц урона Ну и в нашей команде По урону Занимаю Среднее место По результативности Давайте попробуем Еще одну катку Я попытаюсь Помолчать Для того чтобы Вот эти вот Все Озвучки В анимешном стиле Ну можно было Нормально прослушать Так Наконец-то Забросила нас в бой Долговато Пришлось подождать Но я думаю Что она того стоит Блин Ну как она это Прикольно говорит Слушайте Мне так нравится Я вообще не любитель аниме Вот серьезно Я Ну вот Просто Не мой стиль Я не смотрю аниме Я Мне сложно их понять Но почему-то В игре Они умудрились Я имею ввиду Разработчиков Действительно Очень четенько Вписать это все В историю танков На удивление Вот серьезно Так Углов склонения Не хватает На горку Особо не заедешь У нас в тылу Никого не осталось Направо Вообще Никто не поехал Я что-то чувствую Что сейчас Ну вот Пожалуйста Первый Ай-яй-яй Ну вот Как-то так Короче говоря Ребят Шьется он Просто на ура Если мы его будем Рассматривать Как танк Для боя То он В принципе Я бы сказал Практически Никудышний Ровно как и Сегодняшний Хедзер Который вы можете Взять в виде Проходной машины И покрасить его Что-нибудь прикольное Короче говоря Ребят Машина Исключительно Для коллекции И не более того Если вдруг Они появятся На продаже То безусловно Надо очень много раз Подумать А стоит ли Свою кровную колду Сливать на данную машину Что же касается Ребят От того Чтобы получить их В виде какого-то Приза В каком-нибудь Ивенте То однозначно Понятное дело Все мы будем Спину гнуть Для того Чтобы забрать Халяву Я лично Халяву Очень сильно люблю Вот такой вот Он был честный Обзор На Хедзер Кейм СП И что он Из себя представляет Я думаю Все мы уже поняли А на данный момент У меня все Если вам интересна Данная тематика Обязательно Подписывайтесь на канал И ставьте колокольчик Потому что в ближайшее Время выйдут обзоры На Тигра Кура Море Мины И на ПЗ-4 Анкао СП Так что возвращайтесь На канал Буду всегда вам рад На данный момент Все Всех благ Всего хорошего Мира, друзья мои И обязательно Спокойствие Пока-пока